Управление в СИН Якутии официально приняло на работу клонов. Две клонированных собаки поступили на службу в исправительную колонию номер один республики Саха. Кто создал Джека и Тома и выдает ли в них что-либо необычное происхождение в нашем материале? Джек и Том, генетически идеальные сотрудники исправительной системы, официально вступают в должность. Супербратьев создали на основе биоматериала лучших полицейских собак своей породы. И это чувствуется. За год бельгийские овчарки не только освоили все служебные команды, но и приспособились к суровому якутскому климату. Освоились. И рука крепкая. Как раз подходит для работы в служебных целях. На данный момент Джек и Том единственные в России существа-клоны. Они появились на свет в одной из специализированных лабораторий Сеула. Мы создали клонов, которые соответствуют по всем параметрам настоящим животным. Это стало возможно благодаря новейшему способу сохранения генетического материала, который отличается от других методов. Мы работали с разными видами млекопитающих. Первый в истории успешный эксперимент по клонированию собаки прошел в 2005 году. Животное назвали снупи. Поначалу технология создания биологических копий не отличалась надежностью. Вероятность получить жизнеспособную особь была относительно невелика. Однако к настоящему моменту ученым удалось добиться значительного прорыва. И поставить таки клонирование на поток. Южно-корейская фирма, подарившая жизнь новым сотрудникам в СИН, уже клонировала около тысячи собак. Главные клиенты это богачи и знаменитости, которые хотят вернуть к жизни погибшего питомца. Цена вопроса 100 тысяч долларов. Таким методом, например, свою собаку оживили Саймон Коуэлл, американская телезвезда, и миллиардер Барри Дилер. В то же время представители индустрии не скрывают, торговля клонами в первую очередь нужна для финансирования научных проектов. Всё проще становится перепрограммировать стволовые клетки и проводить с ними эксперименты. Благодаря этому сейчас мы можем создать собаку, которая будет страдать от человеческих генетических заболеваний. А это позволит лучше их изучить. Как говорят эксперты, созданный по современным технологиям клон ни в чём не уступает оригиналу. Он живёт столько же, болеет теми же болезнями. Но это если делать точную копию. А ведь потенциал у технологии гораздо шире. Уже сейчас вполне реально создавать генетических гибридов. Пусть и вслепую. Теоретически вы можете совершенствовать какие-то генетические признаки организма. Но прежде чем приступить к такой вот практике, требуется очень большое развитие такой фундаментальной науки. Обычно речь идёт о том, что какой-то один ген переносится к какому-нибудь животному, чтобы посмотреть, что из этого получится. Любопытных результатов, например, смогли добиться исследователи из Северной Америки. Они скрестили гены козы и паука. Количество лап у гибридов от этого не увеличилось. Зато вместе с молоком козы новой породы стали давать паутину высокого качества. По словам специалистов, к клонированию человека генетические лаборатории с технической точки зрения тоже уже готовы. Единственное на данный момент ограничение – морально-этический вопрос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...